привет дорогие друзья сегодня я хочу показать рецепт вот таких прекрасных желатиновых шариков они очень интересно могут задекорировать тортик не обязательно новогодний не обязательно в таких размерах это могут быть большие шары очень много декора можно придумать именно с вот такими вот шариками интересными рецепт не мой не придуман лично мной но я так украшала свой тортик и поэтому вдруг лично вам пригодится я буду только рада смотрите я буду использовать уже сдутые шарики потому что мне нужны маленькие будут шарики и вот такой вот шарик который был надут и сдут у него резинка сама мягче и его будет проще надуть маленькими шариками если вам будут нужны большие шары или у вас устроит размер самых маленьких шариков которые можно надуть прекрасно используйте их мне нужны вот такого диаметра где-то маленькие шарики разные потому что на новогодней елке все шарики у нас разные теперь хочу замочить желатин пока я буду крутить все эти шарики надувать буду замачивать желатин желатин замачиваю я один к трем соответственно у меня здесь 25 грамм желатина и сюда я добавлю 75 миллилитров воды также сюда советую добавить какой-либо ароматизатор и немножечко сахара потому что иначе эти шарики абсолютно никакие и никакого вкусового за собой вообще не несут а люди все равно норовят их попробовать поэтому добавьте хоть капельку сахара накрутила его такую вот горку шариков немножечко больше немножечко меньше по диаметру разных и лично по моим впечатлениям уже в конце лучше слазил мой шарик именно с тех шариков которые я надувала изнанкой наверх те которые были надуты как положено и не знаю почему но снимались они хуже в общем так как я буду делать разных цветов я нужное количество желатина отправляла вот так вот в рюмочку и растапливала в микроволновке также сюда буду добавлять пищевой краситель у меня здесь обычный русский топ продукт и добавлю так как это красный цвет добавлю немножечко сюда клубничного ароматизатора для того чтобы мой шарик пах клубничкой буквально одну капельку и скоро уже начнем работать скоро самое интересное теперь советую еще немножечко совсем капельку смазать растительным маслом наши шарики все равно так лучше снимается личный опыт попробовала двумя методами я на спонжик его делаю для того чтобы не сильно много было масла на шарик и окунаю свой шарик в желатин те кто говорят что у них с масла потом стекает весь желатин значит очень жидко развели желатин очень много воды добавили или очень он у вас жидкий сильно растопили но не знаю но не стекает вы видите ничего не стекает остается все на шарике теперь пускай этот шарик капельку подсыхает а я советую макать шарик минимум два или три раза для того чтобы эта корочка была плотнее сам шарик от этого не станет более мутным все равно будет прозрачный такой как стекло но он будет крепче его будет намного удобнее снять потом и так провожу все свои шарики разными цветами у меня вот такое количество желатина даже осталось и я вот наделала вот такое количество разных шариков сейчас они уже такие очень быстро схватывается желатин они сейчас такие гладенькие уже совершенно не липки буквально в течение там 15 секунд они уже не липки у меня появился вот такой очень интересный шарик я пыталась сверху полить уже полу застывающим желатином и вот такой вот как цветочек получился очень интересный тоже поставлю куда-нибудь там на тортике и отправляю сушиться у кого влажно часов на 12 я поставила на батареи у меня они были сухие уже там через четыре пять часов то есть очень быстро схватились и высохли надо чтобы они прям стучали теперь смотрите я проколола иголочкой шарик и немножечко помогаю здесь себе зубочисткой отклеится шарику внутренней части он в принципе и сам отходит но я ему немножечко еще так помогали некоторые которые поздувались прям поздувались просто внутри мне даже ничего делать не приходилось и вот получились вот такие вот шарики хочу показать вам как делать не нужно вы видите здесь я макнула в желатин прям до самого хвостика и снять такой шарик у меня не получится покажу еще раз прокалываю дырочку для того чтобы воздух спускался шарика и в принципе он хорошенько отходит благодаря тому что он был смазан маслом хорошо отходит от внутренней поверхности шарика вот такой красивый глубокий синий цвет у моего шарика получился также еще хочу сказать о том что они боятся влаги поэтому для того чтобы прицепить на кремовый торт такие шарики их нужно внизу на месте стыка макнуть белый шоколад у меня здесь будет на торчике крем творожный поэтому я буду макать шоколад и мои шары прекрасно выставили в холодильнике ночь и ушли кушаться в общем надеюсь этот рецепт вам пригодится что не зря а с вами был кекс до новых встреч пока 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 пока